Сегодня Владимир Путин потребовал с 1 января перейти на рубли при расчёте тарифов для компаний, занимающихся разгрузкой и погрузкой в портах. Об этом он заявил в Калининграде на совещании по вопросам развития транспорта в северо-западных регионах. Президент поддержал обращение Федеральной антимонопольной службы. Какие-то проблемы? Нет, проблем нет в этом. Мы всё это сделаем и сполним доложим, соответственно. Сделаем и сполним доложим, соответственно. У вас возражения какие-то есть? Нет, просто не возражаю. Нет? Ну, а в чём дело? Давайте сделаем. Возражений нет. Это действительно повышает ещё один шаг в укреплении национальной валюты. Ну, такой, может быть, не глобальный, но всё-таки заметный. В чём проблема-то? Кроме этого, на совещании Путин потребовал срочно провести ремонт пограничных пунктов пропуска, которые находятся на северо-западе России. По словам Путина, необходимо создать все условия для комфортового и быстрого пересечения границы. Северо-западные регионы России граничат с семью странами. Здесь работает пятая часть всех пунктов пропуска через государственную границу. У нас в России всего действует 312 таких пропусков, а в северо-западе 65. Большинство из них не реконструировались с 90-х годов прошлого века. Более того, содержание и эксплуатация пунктов пропуска сегодня недофинансируется примерно на треть от нормативной потребности. В итоге на подъездах границ образуются очереди, в которых простаивают грузы и люди теряют время. А также по предложению антимонопольной службы президент поручил разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты внутри России. По информации ФАС, компьютерные автоматизированные системы зачастую устанавливают завышенные цены. Продолжение следует...